В октябре буду королем номер один Все бабки дали 50, и ты пошел никули набить Парасунул, наступил на лицо Десять суток сидел Вы уже специально вот эту агрессию наращиваете Он сам по себе человек очень вспыльчивый Хайп это мой дом Ты четыре месяца назад где-то дрался на топ-длоге Десять плюс десять я подрался Подписываешь контракт с ареной на несколько боев Девочки по нему сходились с ума Папа, мне жопка А ты видел, что недавно случилось с Перцем и Шавхалом? Даже в боевиках такое не показывают Настолько им без разницы, они готовы убить человека, чтобы хайп хайп Ты здесь не пахан, ты здесь максимум служанка Снимаешь? Ты меня снимаешь? Ролик начинается, да? Надо сделать предисловие, рассказать вообще, что почем Кому идем мы пахатом Ну, потому что рубрика у меня всегда пахатом Объясняю Этот ролик снят из двух частей Но вот эта часть, которую мы сейчас снимаем Она должна быть второй части То есть первой Короче, не берите в голову Расскажу вам суету Поехал, значит, я в Дагестан В Махачкалу Куда здесь? Налево, направо? Поехал я, значит, в Дагестан, в Махачкалу С оператором Шулечка, который обычно меня везде снимает Приехали к Пахану, Шамиль Галимов Хотели снять именно в Дагестане На его локации Красивые пейзажи Ну, не знаю, мне нравится путешествовать Мне нравится летать по разным городам Чтобы смена локации Показывать другие народности Ну, как вы любите Как я это обычно и делаю Но что случилось? Мы поехали в горы Провели экстремальную суету с Паханом Повеселились целый день Там сняли часть интервью В горах На следующий день мы должны были снимать Вторую часть интервью Но тут случились непредвиденные обстоятельства Мой оператор Шулечка обосрался Шучу, он совсем обосрался Он просто в 6 утра встает Говорит, вызовите мне скорую Мне плохо У меня разрывает Я не знаю, что у него разрывало Вот В итоге У него инфекция Страшные боли Короче, увезли у нас скорую в Махачкалу Естественно, что с ним там сделать, они не знали Сказали, на тебе зеленку и анальгин И нормально Провалялся он целый день А у нас билеты в этот день уже обратно в Москву Но я не растерялся Я думаю, ладно, сниму все сам У меня есть камеры, штативы, петлички Поставил я все камеры, штативы, петлички Красивый пейзаж Посадил пахана рядом Думаю, сейчас я буду у него расспрашивать Но у Шулечки петлички сломались Они не работали Я думаю, блин, что за суета такая Ладно Пацанов местных попросил Найдите петлички Если надо купить, я куплю Все, нашли петлички Привезли новые петлички Я посадил опять пахана рядом Включаем петлички Они разряженные И тут мое терпение закончилось Потому что уже времени оставалось До улета 4-5 часов Я сказал, ладно, пахан Часть мы с тобой сняли А часть мы когда-нибудь с тобой доснимем Но в чем прикол? Хорошо, что на самом деле так получилось Я не в плане, что у Шули очко разрывалось А в том плане, что сейчас На данный момент актуальной информации По пахану намного больше будет Если тогда я бы обычно паханом снял бы Как он живет, где, что, как, кого А сейчас мы узнаем все о нем Что в его жизни происходит Где он вообще, в принципе, хату в этом районе намутил Ну и, конечно же Самая актуальная информация Это то, что как так Пахан и в реалити И в хиралити И в нашем деле И в арене Ну, может, что-то путаю Я немного утрирую Просто настроение хорошее В общем, друзья, ставьте лайк Это видео из двух частей И Дагестан, и Москва И пахан И я, и Шулечка Короче, лайк Подписка на канал Ну и также подписывайтесь на мой телеграм-канал Там вы узнаете Когда в следующий раз У Шули Вы поняли Приятного просмотра Снимите траву туда Нормально? Зачем траву? Или вон дырки эти Да пусть будет Да, шучу, ладно А камень снял этот В макро-режиме Красивый камень просто Нас их приближают В макро-режиме Ну, прикольно же Пахан Извините Набранный вами номер Временно заблокировано На хер на хер извините Блядь, пахан Возьми трубку Кость, заблокируем Блядь, извините Ты меня уже Ты че, блядь Пахан Там в телефон Говорит, извините У него телефон Недоступен Ну, ладно Пахан Мы, короче, возле твоего дома Стоим Твой номер Извините Говорит, мы недоступны Как тебе попасть-то В твою хату Если твой телефон Говорит, извините Сколько раз уже Извиняться можно Ты чаще извиняешься Вместе с твоим телефоном Чем кто-либо Сейчас посмотрим На самом деле Пахан не извинялся Вроде бы никогда Но сегодня Мы заставим его извиниться За все его Поведение На экране Пахан В жизни Примерно одинаковый Но на экране Он немного утрирует Вот это Ну, так прикольно Скажите, заходит Если бы он это не делал Не было бы у него Подписчиков Популярности Боев, денег И тому подобное Но так он Прикольный чувак В жизни Я с ним в Дагестане День провел На самом деле Мне он понравился Ну, посмотрим Какую он сейчас Будет басню заливать В этот раз О, ответил Я иду Я иду Я после номера Мой номер Старый взяли Скинули В комментарии Ко мне звонят Дети всякие Я сейчас номер поменял Ну, в WhatsApp Оставил А номер звонил Сейчас я спускаюсь Ты ничего не перепутал Чемоданы Чемоданы Помоги бы там Чуть-чуть взять Там очень много Ты думал Съемки-мъемки Так, приехали Ничего не надо брать Там столько чемоданов Чемоданов Зачем Ты переезжаешь? Да Тебе переезжаю Блин, слушай Я рассказал историю Сейчас Не забудь Я рассказал историю Как мы в Дагестан Прилетели Как Шуля там Разорвало Ну, вступление Рассказал Всю суету Я говорю Хорошо, что мы тогда Не сняли интервью Потому что сейчас Намного больше Вопросов тебе появилось Как понимаешь Еще будем спрашивать Офигеть Сколько их, бро С фаргой А знаешь, почему? Потому что Пахан Не даст тебе стать чемпионом Адерсиэль? А? Пахан Видывает Он просто Левый Пахановский удар Охрана Залетает В автогон Тут Вбивают Вставить Просто Профару Расскажите Что за Теперь что-то Фара Выходит Газбит Я там Это Давай Это что за Промоушен Как туда попался Сармат Файтинг Короче Меня позвал туда Мурат Кештов Мурат Это Казахстан Нет Это Нальчик А, Нальчик Тоже Сармат Еще Промоушен Отрылся И теперь Ну, попросили Меня там Подъеду Дешево Выйти Там По-братски Раскачал Ладно Бонусы Монусы Короче Я раскачал Ее максимально Вот Все что Кто делал В этой организации Это я делал Ни съемочная группа Никто Ничего Так не качал Как я качал Там И теперь даже Бонус не смогли Дать А ты бой провел А потом вышел Фара Нет Я еще Я должен был провести А ты там уже Весь Спортивка Я должен был драться Да Через 6 пар Вот так И теперь Выходит Туда Фара И говорит Я там В октябре Буду королем Номбо ван Он так Семь сейчас Говорит Я стою И он передо мной Такие вещи Скажи Да Постараюсь Тем более Я сомневаюсь Что он Кем-то станет Он сейчас Просто Просто Жертва Приношения Для каждого Бойца Это моя точка Ты подбирай Жертву Приношения Наши Теперь я выхожу И я ему рассказываю Ты максимум Ты королем не будешь И ты максимум Королева будешь А знаешь Почему Он говорит Не дашь что-то сделать Ты жертва И он что-то на меня Растолкнул Меня Растолкнул Газанул Я тоже дал ему Одну Пощечину И он что-то Начал ногами Бросаться Я микрофон Выкинул Кинул Поднял Батку Парасунул Наступил На лицо Короче На фаре Точка Боя не будет Боя Не знаю Это уже В его интересах Должно быть А вообще У меня есть В инстаграме Я выставлял Мы с ним Качали Он говорит Вот смотри Ближайший турнир Я выйду с тобой Руки пожал Что получается Воздух За то что Воздух Я на него Наступил И все правильно А давай Сейчас по чесноку Перед зрителями Некоторые зрители Говорят Что вот там По пума Постановлено Постановлю Все конфликты Это постановочные Но я-то знаю Что не совсем Это так Но Есть же такое То что Смотри Ты знаешь Что ты дерешься С фарой Фара знает Что дерется С тобой Вам надо Это максимально Раскачать И вы уже Специально Вот эту агрессию Наращиваете Чтобы ее Вынести в медиа И все-таки Это раскачалось Ни разу не было Вот ключ Если ты будешь Совсем уважительным Нет уважительного Я его знаю Не знаю Какое уважительное Часто Клэп делил Что ли Зачем То есть Кого ты не знаешь Тех ты не уважаешь Не то что Не уважаю Человек Человек Да все А там Даш Как Пускай слова Пообирает Почему нельзя Бойцам Просто спокойно Да В бою Покажем И тому подобное Потому что это никому не интересно Никто же это не делает Поэтому все выжимают Вот все Пытаются Они выжат Они начинают А я их выживаю Да Я просто жду Получается Кто что-то Сейчас даст Какой-нибудь момент Все дал Сюда Одинка И все И начинаю выжимать Вот там даже Например в хайпе Не было ничего Альфредо подходил Шама 50 тысяч дам Если здесь Бунт поднимешь А если я его побью Все Да-да Все Пошел Там ничего Не нужно Мне просто С ума Мне разницы нет На улице А ну вот тебе бабки дали 50 И ты пошел Никулина бить Мне там не дали Там не дали Поэтому я злой Я ему не дали Я ему пошел Чего дал Хоть 4-5 бонусами Еще пару И не заплатили И не заплатили А обещали заплатить Ничего не обещали Просто чувствую Организация новая Она как бы С этим общается Со мной Все моменты советуются И тут Я им выдаю Такие моменты Я думаю Они сами должны были Понимать Что надо Чек отваливать Я просто сказал Что пока она В этом грязном деле Вы больше не будете Тем более в вашей организации Свободной Там еще Подожди В какой организации Сармат А там знаешь Самое главное Какая-то Бывшая ФСБ Генерал Там кто-то Что-то Женщина Она мне звонит Ты единственный Гид который Со мной на связь Вышел Там что-то Недовольствие Я говорю Объясните Что не так То что я с вами Разговариваю Да Ты не должен Со мной Разговаривать Я говорю В смысле Вы что Такого высокого Мнения Так она позвонила Тебе А изначально Да Типа Куда бабки перевезти А потом Я начал Качать Типа Ты зачем Мне звонишь Типа Ты кто Такого Высокого Я говорю Вы обычный Человек Базарный Вы генерал Защищали Родину Я говорю Предпочтение Есть Вами Я говорю За этот момент Но чтобы Я так Не смог С вами Разговаривать Я говорю Или как Я говорю Газанул Я на нее Тоже На нее На ее организм Я газую А ты видел Что недавно Случилось С перцем И шеф-халом Ударили на меня Что Я тогда Ой Ты что Лови Нормозите Нормозите На колени Встань На колени Встань Мне интересно Чисто твое мнение Что это такое Мое мнение Твой взгляд Да 8 октября У меня должен быть Бой шеф-хал Мне кажется Он его не будет Почему Потому что Его закроют Как почему Он публично Вытащил Угрожал Человеку Я не знаю Как можно Я понимаю Хайп с хайпом Но я думал Переиграл Этот момент Думаешь Именно Переиграл Переиграл Пощучил Дал Все Если Ну Дал За что Правильно Дал А ты знаешь Вообще Их историю Ничего Не знаю Я знаю Что тот заявление Писал Забирал Там Вот эти моменты А то Это его дело Писать заявление Не писать заявление Обращаться Полиции Даже если Он не навешит Мне кажется Его сейчас Упакуют Да Конечно Если На этот момент Внимание Не обратит Властям Просто Это их Минус Будет Ну ты Думаешь Это уже Грань Шопа Немного Баршану Софи Подожди Пожалуйста Шопа Пойдет Вместе Хорошо Добав Спасибо Зелен Было Интересно Я вчера Бам Смотрю Я просто Знаю Что Шоп Хал С перстом Дали По рукам Все Ништяк Было Я не знаю Что у них Случилось До этого Момента Может Что-то Еще Случилось Но Вроде По рукам Дали Ништяк Бам Такая Света Даже В боевиках Такое Не показывают Ну ладно Мы сейчас Не об этом Что Пойдем К тебе На хату Пойдем Саша Идем Слушай А так район Неплохой Это Кстати Пока Мы не зашли В твою хату Хата твоя Или съемная А съемная Нормально А сколько Платишь За хату 45 Однушка Сколько Квадратов Сколько Наверное 50 У меня Нифига Еще 50 30 Нифига Маленький Сейчас посмотрим Сейчас посмотрим Да О Фильм Начался Да А я Опять Засканным Лицом Весь Акуши Ну в этот Раз Три Чита Летел Спал Мы Что Друзья Мы В Махачкале Я Сам Наехать В Хасаюрт Я На Майбахе Шамиль Галимов Должен Встретить Пахан Пацан Пахан Который Всем Он Пахан Сегодня Мы Спросим Почему Пахан Здорово Все Мы Прилетели Сейчас Спускаемся С этого С Трампа Трамп Называется Дональд Трамп Опа, ничего себе, ты прям спрятался, да? Я забыл тебе сказать, что все-таки нельзя. Да? Кто сказал, что нельзя? Я тебе говорю. Я здесь пахам. Ты у себя там пахам, здесь и я пахам. Я в Дагестане чаще, чем ты бываю, все нормально здесь. Ты здесь не первый раз? Конечно, не первый раз, ты что здесь, раз в 5-10 уже. И в шортах приезжал, и без шорт, в джинсах. Ну, в джинсах можно. И в шортах можно. Кто такие? Лицо опухло, видишь? Давайте наденем петличку, может ты что умно будешь говорить сразу. Мы зрители любят, когда умные говорят. Хьюстон, Хьюстон, как слышно. Хоть у тебя это не всегда получается, но все равно. Умные вещи говорят. Хьюстон, я тебе говорю. Задержали самолет. Притом нормально задержали, бро. Да, все три часа спал. А че чемодан нет? А че это? Можешь ты без багажа? Можешь без багажа, нет? А был багаж вообще у вас? Это камера хватит. Нет, должен быть чемодан. Я тебе дам шмотки, у меня че. Ты хочешь сразу по магазинам поедешь? Местный чемодан, да? Да. А вот он, блядь. Вот он стоит, отвечаю. А че кто его скинул? Ну, трек беспределом уже начинает заниматься. Что, самый смеешь, да? Да, самый смеешь, да? Да, самый смеешь, да? Да, самый смеешь, да? Я просто представил такую картину, сколько у вас много человек и все в этом. Я ж тискал пешком, бро. А, пешком? Да, пешком. Вот там кольцо есть, оттуда пешком, оттуда на попутках. Можно еще, наверное, на чемодане. Или вот так, бро, по очереди, да? По очереди, бро. А там уже дальше на парашках будет двигаться. Нормально, четко. А он что там? Летш коу, бро! Ты чё, как пенси рот? Зондашь сами. Куда ты едет здесь? Мы Кизюнер, брат, ездим. Да? Кизюнер, как я люблю парка! Это не принципиально, короче. А самая лайка. Это не принципиально. Куда мы едем, это не принципиально, короче. Головенька! Братка! Короче, у меня не получилось приехать, У меня глаза не широко открываются, поэтому... Ну, это не принципиально, увидимся в Москве. В Москве по-любому увидимся, и мы с тобой нормальную съемку сделаем. Съемку делаем. Подарки, девушка, да, подарок ждет тебя один. Ты речь подготовила, Арби, речь подготовила, целям. А что за не принципиально? Я что-то забыл, там интересный момент. Да, он, короче, ему, знаешь, показывает свой поезд здесь. Ага, святый. И говорит, ты садишь, а что за поезд? Он говорит, это поезд? Не, 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 не про поезд, а про типа Альфреда. Альфред ему звонил, звонил, он не отвечал. Он говорит, это я не принципиально. Я говорю, ты принципиально не отвечал? Он думал, думал, нет, это не принципиально. А вот ты сказал, что через месяц увидел сообщение, а ты типа директ не проверяешь в институте, или ты принципиально не отвечал, или не хотел отвечать? Я принципиально не отвечал. Почему? А, нет, нет, нет. Не видел тогда. Я даже не могу это сказать. Ты не видел, короче, сообщение. Я принципиально... Это не принципиально, короче. Видишь, у нас за рулем, короче, Хорхей Масведаль. Пролетел с Америки специально, чтобы тоже себя встретить. Чисто Масвель водитель такой. Хорхей же езжи. Ну что, рассказывай, что это за место ты привел? Каньон, я, кстати, здесь уже ранее бывал, но вот именно здесь нет. Я много раз говорил, что Кизилюрт – это маленькая Сицилия, но при этом Кизилюрт – это очень красивый. Красивый, между прочим, город и район. Ну, вот как, например, вот эта красота, видите, это пейзаж. Такой пейзаж ты нигде не увидишь. Он только здесь, в Кизилюрте. А знаешь почему? Потому что здесь гангстеры, брат. Гангстеры? А кто такие гангстеры? Гангстеры – это не надо углубляться. Просто гангстеры. Все, просто гангстеры. Без подробностей. Без подробностей. Один. Номер один? Как, как, как? Гангстер. Как ты говоришь? Гангстер? Нет, кто такой гангстер? Да, кто такой гангстер? Я как, кто бы ни был даже. Пусть будет гангстер. Гангстер, короче. Нет, да. Гангстер, да? Сейчас, давай, давай. Короче, гангстер тот, кто крушит постоянно все, да? Да, понял. Это беспредельщик? Это беспредельщик какой-то, не гангстер. Беспредельщик – это по ночам. Гангстеры – это днем и ночью. А, постоянно. Гангстер. 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 здесь бываешь? Я первый раз здесь. Первый раз? Да. Сколько в Дагестане живешь и первый раз? Да. А что купался вообще в каньоне? Ну, именно в каньоне нет, бро. А так там с лодки туда-сюда. Не русалки я? Ну, с лодки не прыгал в каньоне? Не, не, с лодки. А вот хватался. А вот хватался. И вон там мы пойдем ужин делать. Ужин, да? Да, лосось, шашлык. Каким, бро? Шашлык, шашлык, лосось. Рыба же любишь? Рыба-любишь, не любишь? Рыба нужно кушать, брали. Тем более нам, спортсменам. Типа правда вот так от себя сделают. Все, на камеру снимают, а ты, папа, будешь орать, кричать, да? Нет. Все. Спасибо, себя веди. Пока камера включена, не плачь. Ты же кассибая? Ты кто, ты пельтайся? Ух ты, что там за ледут? А вот это? Ну, смотри, они же мне обосрали ее. Ну, выглядит как будто... Как будто обосрали и запачкали. Как будто обосрали и запачкали, да. Нет, глядь-то нормальный. Лев, а зачем у них деревяшки нужны? А здесь, наверное, хуже. Еще ремонты идут. А, только за эту, типа, пока не поцарапали, да? Пока новенький дом. Все, благословение отодобряем. Нифига, где-то 10 этих. Что, проходите? Нет. Джамма, мы идем. Вот здесь тоже я прохом, брат. Да, в этом, правда, продоле, да? Не газуй! Не газуй! Алло! Здравствуйте! Мама! Здравствуйте! Мама! Сейчас, папа, ням-ням с дядями сделает, и мы идем. Мама! Мама! Это как раздай, брат? Мама! Мама! Меня Светослав зовут. Мама! Мама! Мы же знакомились. А это не было? Мы не успели. Да. Снимайте, снимайте, заходите. Не стесняйтесь. Чего я сам? Пока, ну, заходите, стоите за дверью. Садитесь на кухню, да? Нет, пока что. Давай тогда сначала сюда. Кушать люблю больше, чем дышать. Сейчас будет нормально. Такая небольшая квартира, но прикольная такая, уютная, да? Так, да. Для кондера, да, сделали здесь? Кондер только не поставили. Такие натрижки. Для кондера сделали и кондер не поставили. А где для кондера сделали, брат? Ну вот, смотри. Для кондера. Вот, это же для кондера. Может, они сделали это, чтобы я поставил? Да, 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 да. Хотя уже зима, лето заканчивается, зима начинается. Мне кофе сделают, чтобы я мог кофе догоняться, да? Ты тоже наутрируешь. Это он на камерах всегда так ведет? Или всегда так? Женька, давай много негазов. Не такое, да, он в жизни, на самом деле? Потом, когда они уйдут, потом пообщаемся. Давай мы начнем с тобой интервью с комментариев. Но, договоримся, нам надо серьезное интервью, чтобы ты вышел немного из своей роли. И при этом забавное. Я думаю, как сделать смешное интервью. Давай, это прикольно будет, если вот эту штуку как раз мы отоденем тебе и... Смешно будет. Смешно будет. Смешно будет. Ты что, хочешь паханаперяй будь на ровном месте, что ли? Давай, завязывай, бро. Смешно будет. Не будет. А вот тебе оно подойдет как раз. Ладно, ладно. Я сейчас выложил в телеграм-канал пост с тобой. Кстати, подписывайтесь на мою телегу. Вы сами первые будете узнавать, у кого я нахожусь в гостях и у кого я беру интервью. А также, где и в каких проектах я участвую. Ну ладно, рекламу телеги сделай. Смотри, давай почитаем комментарии. Такие самые смешные. Вот пишет. И чтоб ты им ответил. Только ну, как обычный человек. Не как пахан. Как вот реально обычный. Как всегда, как пахан-махан это просто прозвище. А так я такой... Монеты не рассказываю, братский. Смотри, пишет пацан. Я же сказал, что будет гнилой пахан. Ладно, ничего не смешного. По факту базар... Ой, в смысле наоборот. По факту. Перепутал, шучу. Да нет, на самом деле я с ним общаюсь. Здесь просто может кто не поймет. Мы уже с ним проводили вместе день в Дагестане. Уже более такое близкое общение. Поэтому не как в первый раз. Кому он вообще интересен, пахан? Вот кому он вообще интересен, на твой взгляд? Никому. Никому? Никому. Никому не интересен, но все смотрят. Опять второй комментарий. Никому не интересен, брат, но все смотрят. Смотри, а ты не накаркай, а то сейчас этот ролик специально смотреть не будет и просмотры упадут. На самом деле посмотрят, потому что здесь очень много интересного. Смотри. Опять второй комментарий. Не пойму, в чем так интерес стал этот пахан? Ни одного нормального боя. Какие-то корявые, травмированные руки. Старые, побитые уже на старте карьере в попу мума. Такая старая перхать, да? Ну вот так же меня почти обознали. Ну вот. И знаешь, что самое такое? Вот такой корявый, кривой, поломанный, еле хожу. И тем не менее, 6-0 рекордом было. Ну говорят, что тебя специально там, ну... Что делать? Тянут? Ну да. Как пацан с хостеля, можно сказать, с говном, с камней хавал, с улицы порванным карманом. Как могут меня тянуть, скажи-то? Для чего? Ну ты харизматичный, типа ты знаешь, там, ай-гуль, там, пахан-махан. Вот, именно, бро. И поэтому тянут, да? Даже если тянут, надо же довести до этого, правильно? Надо же быть таким, чтобы тебя тянули. Ни он, ни такой, ни ты, ни тебя не тянут, никого не тянут. Меня тянут. Базара нет. Поэтому дальше тяните. Вот кто-то пишет, чисто на харизме челик выезжает. Ну про тебя. Ну да, базара, на харизме нормально выезжаешь. Если ты еще драться умел... Я наваляю, брат, любому. А? Я любому наваляю в октагон, даже поломанными руками. У тебя такой вес? Ну сейчас 83. Ты отбой. Другой отбой. Так, дальше есть еще интересный, где тебя поливают? Во! Претензия ко мне. Ну он-то зачем тебе сдался, Святослав? Это же купленный галимый проект Альфедро. Альфедро. Ну что я могу сказать? Ну я же не на хайп сейчас. Не на хайп файтинге, не на хайп реалити. Ну мы об этом поговорим. А я сейчас везде был. В общем, меня везде покупают. Ну меня везде покупают, между прочим, брат. Кого-кого, его я точно не ожидал видеть. И лицемерный двухличный хрен. Альфедро ради него даже Марифу брал и подкупил для братьев рейтинговые, чтобы свой проект Галимов продвинуть вперед. Ну так и пишут. Как я читаю, так и пишут. Давай я скажу на этот момент. Вот 8 октября у меня бой с Шамхалом. Должен был быть бой в полуфинале с Марифом. Я с ним встречался. Когда мне дают такие громкие имена, я голову поднимаю и говорю, слава себе. Это для меня возможно заявить о себе очень громко. Поэтому не имеет значения мне. То, что говорят Альфедро, Альфедро, там тянут, мянут. Я вообще на это внимание не обращаю. Я живу своей жизнью и все. Я такой, какой я есть. Мне дают нормальные громкие имена и я их просто бомблю. И буду дальше читать. Мариф, Шамхал, Перс, Шмерс, Свят, Отбой. Когда Свят увидят, потом скажу Свят тоже. В другом интервью. Расскажи вообще, сколько тебе лет на данный момент? 30 лет. Закат карьеры только начинается, да? Только начал, да, бомбить. Родился, вырос где? Вот родился где? Где мы с тобой были? Республика Дагестана. И там до какого времени был? До 25 лет. Слушай, ничего себе. Ты там прям всю жизнь прожил, можно сказать, осознанно. В школе как учился? Расскажи вообще про ваши школы. Как ты учился в тот момент, в тот период времени? Ну, я же не знаю. До девятого класса я, нет, до восьмого. До седьмого класса я был вообще отличником. Ну, у вас нормальные школы были или там, как попало, может было свести? Не, не, не. Я просто где-то такое слышал. Не, не было. Там все профессионально. Конечно, там все четко было. До девятого класса ты был отличником? До седьмого, наверное. Да, до седьмого. Или до пятого? До восьмого. Серьезно отличником был? Серьезно отличником был. У меня одна тройка была и все пятерки были. Мне русский язык мне дарили тройку. А так все пятерки были. Потом что-то я забомбил. Физика, химия, у тебя тоже пятерка была? Все было. Ты что рассказываешь? Серьезно, я тебе покажу. Хорошо, стой, стой, стой. Кто придумал третий закон Ньютона? Ты мне сейчас зачем вот эти... Третий закон Ньютона кто придумал, у тебя пятерка была? Ты видел, когда на Харпина вопросы задавали? Третий закон Ньютона кто придумал? Ты на Харпина вопросы задавали? Расскажи мне, кто придумал Третий закон Ньютона Хорошо Кто придумал таблицу Менделеева Молодец, а третий закон Ньютона Логично будет Молодец Попробуй, убери эту школу Ладно, хорошо Столица Америки Я же не сказал Германия Столица Америки, Германия? Нет, Столица Америки, Германия Тебе расспрашиваю Ты зачем мне тебя обманут? Китая Самые такие популярные страны Ладно, все, я знаю Я хотел просто понять, как у вас в школе было Было отличника, все понятно Я сказал, ты до села, а с его крался Да, да, после восьмого что случилось? После восьмого Я очень сильно заболбил в спорте, по боксу Я был финалист на Кубка Мира Все, и как-то уже неинтересно у чего было Чисто направление было в спорте А как ты в спорт попал? Я был Я в садину Ну, сам пришел Отец, родители Пахан, Пахан Пахан, Пахан Да, газон Мой первый вид спорта был Это борьба Я четыре года ходил на борьбу Леща и выходили Грибки А во сколько ты борьбой занимался лет? С 7 до 11 А, с 7 лет борьбой занимался? С 7 до 11 был борцом Мне там грибки, леща были Что-то выморозился По 40 дней в больнице лезет Все, борьба, отбой Пошел на футбол, что-то на футбол походил Пахан, пришел по пьяни Втащил меня в челюсть Мне 11 лет было Стоит и говорит Да, мужчина что ли ты на футбол хочешь Завтра же на бокс пойдешь Ты меня понял, говорит Он меня прям всунул Куаком, что я помню За футбол? Ну да, типа футбол хочешь Что за бред И за это на бокс пойдешь Понял, понял Все, за это на следующий день Отправил на бокс С того времени ходил на бокс И все Сразу полюбил бокс Да, беги, сразу получалось Я прям на хате был у себя Сразу как пошел Думаю, ага Сюда, дик И как на бокс А что про школе? Школе, нет Школе были Хорошо Хоть я отличный Ну как я готовился Я даже как готовился Вот физика, например Вот сегодня я расскажу Три дня не рассказывал Не учил даже Потому что А что мне с морем не спрошли Кажется, спрашивать же не будут Ну это, мне кажется, у всех так Выучил параграф по физике По истории ответил Три дня не учил Все, три урока Знаешь, что не будет Да, вот так Какие у тебя достижения в спорте Звания, регалии Значимые победы Я мастер спорта России По боксу А когда мастера выполнил? Я не помню, 5-6 раз выполнил А, 5-6 раз выполнил? Я даже не знаю, где присвоили Мы везде же бабки хотели То региона не хватает То этого не хватало То два мастера Вот я присвоили 5-6 раз с мастера Или как? Вот я выполнил 5-6 мастерских турниров А, вот А вот где мне присвоили Я не знаю Потому что А корочка, что ты мастер Корочка есть, да Все есть Не, показывать не надо, я верю Надо показать? Не, не надо, зачем? Надо? Не? Что еще? Корочка, медаль там такая Мастер спорта, ты такой же Как и отличник до 8 класса Или все-таки получится? Мастер спорта, ты же видишь Как он у нас Я катал Нормально, нормально В 30 лет дерешься Выигрываешь Кто бы что ни говорил Да, еще без поражения иду Давай дальше перенесемся В боксе Что у тебя там Задалось, не задалось Почему ты не пошел в профкарьеру? Были у тебя амбиции Мечты какие-то? Конечно, более Я хотел Изначально моя цель была Это алипийские игры Потом то травма То одно То другое Что-то в жизни Так было Не получалось Потом В профи То же, что профи Попасть Нужно изначально Вложить туда денег У меня нет У меня никогда Не было денег Вложить куда-то Даже Только вытащить Только вытащить Вот в любительском боксе Поехать на сбор На сбор поехать 50 тысяч У меня никогда не было Я всегда просил Там тренер просил Ходил за меня Дайте туда Да, да Все, хватит прибедняться Мы поняли Дальше, что было Что случилось Что ты завязал С боксом Со спортом Ну, расскажи Да, я выморозил собро Везде бабки были Бокс это политика Это самый такой Купленный вид спорта Это бокс Там можно Любого купить Продать Если ты выигрываешь И твой оппонент Не падает Тихо, пожалуйста Он спит, да? Все, тихо Вот Мы с тобой выйдем Я тебя выигрываю Явно выигрываю Но ты отдал бабки Если ты простоишь На ногах Тебя отдал победу Все равно У тебя все так бои были, да? Ну, я как знаю Я в жизни только 2-3 боя Проиграл в любительском Это 100 Которые я считаю Что я проиграл Остальные бои Которые отдавали В ту сторону Я никогда не Я выигрывал всегда Чуть-чуть Вот мне всегда Говорили Подожди, Папина Мне всегда говорили Выиграть На выше голову Они кукурузу охраняют На чемпионат России Они тоже хорошие бойцы Но я их выигрывал Выигрывал чуть-чуть Но это чуть-чуть не хватало Это чуть-чуть хватало Той стороне А до туда, куда они хотели И они делали так Почему? Потому что Я еще раз говорю Кому я нужен Без денег Без ничего Чем твои родители занимались Когда воспитывали тебя? То есть работали Да, да У меня здесь бизнесменом был А почему Дрожди денег не было Если у нас бизнесменов Ну, там такой бизнес был Что хватало Только на На бытие Да, на бытие А мать чем занималась Занимается? Мадама хозяйка Ну, как она в принципе и бывает Отец сейчас работает? Отец Ну, так иногда Тоже бизнес, да? Не бизнес Ну, так, так Все и не надо Безнал Шутка была Шамиль, мы со спортом Более-менее поняли Не поняли В каком моменте ты отморозился Но чуть позже расскажешь Я так понимаю Ты отморозился Уже ближе к 20 годам, да? Да Кто-то намечал Все уходили У нас одно место было Говнокачалка называется Это то место Где никто нас не найдет Ни мусора Ни учителя Никто Хотя учителя могли найти Но там смысла нет Там 50 человек окружили Там никто не подойдет А ты лично сам дрался Часто Или ты был просто Через день Через день За что? Зачем? Много Я сейчас объясню Много пацанов было, да? Которые вот могли Жужжать там Сами не могли мне ничего противостоять Подраться со мной И этим самым пытались Кого-то с другого Стропа Ну И этого Стропа А мне разницы нет Мне разницы не было Короче, вы В говнокачалке дрались Я правильно понимаю? Ну да В говнокачалке, ну да Закончил ты школу все-таки Правильно? Закончил? Один из классов Среднее образование Куда поступил дальше? Поступил В МЧС Там, где мастера спорта выполнил? Где? В пожарке, что ли? Я говорю, ты просто Ты после школы пошел на вышку в МЧС Правильно? Ты закончил или как там? Закончил, конечно Армии был? Был Ага, подожди Ты после вышки пошел в армию, правильно? А зачем? Очень Ну если ты высшие образования получил Ты можешь по специальности работать Не могу, не могу Не могу, да? Не могу, да У нас что-то по-другому в Дагестане У меня вот где я учился У меня не был военный кафедр А я хотел поступить Ну точнее, устроиться на работу В МЧС Вот именно где Военный Воензированный Ну военный кафедр Чтобы лейтенанта получить Как пиджак Я понял Только я не пиджак Я служил 3 года Как положено По контракту Срочку ты сколько служил? Служил, не служил Я вместо срочки контракт пошел 3 года А, то есть ты сходу пошел контракт Именно Рот войс какой был? Военно-воздушные ВКС ВКС? Военно-воздушные Силы АКС? Что такое? ВВС? ВВС? Ну сейчас ВКС же сделали ВКС? 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 А, военно-космический Космонавт? Не Я обслуживал самолет большая Как тебе армия? Я советую всем пацанам В каком городе? В Калужской области Кировском районе Посылок Шайковка Я советую вообще всем пацанам Отслужить Почему? Некоторые наоборот говорят Не, неправильно они говорят Все равно армия тоже Учит пацану Выживать Ну все равно Там мужчина крепнее Сколько зарплат у тебя была Контракт Николай Вармии? Полтинник Пятьдесят тысяч Это какой год? Семенадцать или двадцать Нормально Более-менее Двадцать Двадцать Все Настал твой дембель Возвращаешься ты домой С этого момента Расскажи Чего ты начал делать дома? Дома я не вернулся же Не вернулся же? Не вернулся Я хотел бы устроиться на работу Как пожарку Потом что-то административку Получил Все Что за административку? Купил автомобиль Там госномера перебит Хорошо И вот Получил административку И все Я никуда не могу устроиться А это дальше Это просто Ну поддерживался Я в тонусе Как бы Но не занимался И все Для меня Везде Дорога Все перекрыта Была Я никуда не могу Устроиться Административку Купил Где я устроился И все И ва-банк Оттуда Приезжаю в Москву И начинаю пахать Пахал Газал А пахал Для какой цели? Типа ты знал Куда ты хочешь? Я знал Что я здесь А ты уже знал А как ты узнал О попом ума? Сейчас мы вернемся Да я же смотрел В ютубе А все Вернулся В Москву Начинаешь пахать Да Где ты взял Первые деньги Там хату Снять жить На что Как вообще Все произошло Изначально Какая-то сумма У меня была Потом у меня Все закончилось Потом близкие поддерживали Друзья Один отправил Другой Они видели Я газовал На одного газа На другого Ты до попом ума Пахал Пахал На кого другого Да на всех газовал Я на Харуна Газовал Так это в попом ума Я говорю До того Как ты попал туда Ну до того Как попасть туда Где ты Харуна нашел? Видео обращение А ну ты говори Я не понимаю тебя Ну как ты газуешь Ты еще в попом ума не попал Ты сейчас газуешь На всех Вижу там Туда-сюда Видео записывал Всех приветствую Хочу обратиться К Томаеву К Альфреду И Харуну Базееву Пока вы меня игнорите Меня ответил ваш чемпион Временный чемпион Потому что скоро Чемпионом стану я Никого не знал С попом ума Никого не знал Лично Не реагировали На твои видео Реагировали А реагировали Реагировали Николь не реагировал Реагировал Фара Реагировал Серьезно? Как может это было Не реагировал Ты знаешь Как я вот Коверял Каждого Я находил За что укусить Даже этого вызвал Концент Кого? Томаева 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 Тож газовал Я короче 10-15 раз Газую На одного На другого И то И меня Они на меня смотрят Томаева И Никак не Олег Я уже выморозился Я говорю Томаев Я говорю Базарный Ты Мой брат Из соседней Республики Я говорю Столько Я говорю Обращаюсь Ты меня игнорируешь Я говорю Теперь Я тебя хочу Вызвать Выскочи со мной Говорю И на него Начал газовать В чем смысл Просто многие Сейчас Неизвестные Бойцы Которые хотят Стать бойцами Бойцы Которые хотят Стать бойцами Газуют В инстаграме Отмечают Но им Не отвечают И поэтому Меня удивило То что тебе И Харум ответил И Никулин ответил И Томаев ответил Все ответили Томаев не ответил Все ответили И все-таки Как настал тот день Когда ты все-таки Попал в поп ММА Я подвал Соберный Тудоги Шамиль Расскажи мне Историю Про Толдог Насколько я знаю Ты 4 месяца назад Где-то дрался На Топлоге Это правда? Да А с кем дрался? Я дрался С Бурятом Каким-то Там проспект был Подрался Я хорошо Подрался Я За лучшую Технику Еще Бонус Забрал А выиграл? Да Это лучший бой Паричка выиграл? Ну да Еще Концов Уронил Ага И что дальше было? И этот Все мне там Бабки Дали Это Ток Ну нормально Начинать Расскажи Потом мне позвонили С хайпа Он сказал Хочу Вот так Если есть желание Пойдем Я тоже так Что-то проаккупаторил Думал Что мне там 10 плюс 10 Драться 10 плюс 10 Подрался Где? В Топдоге А на проспекте 10 плюс 10 А ты тогда был Чуть известный? Не был Первый бой 10 плюс 10 И вот Еще 35 Забрал Это До хайп реалити? Да Ага И потом Где-то буквально Я же говорю Вот как подрался Через неделю Мне так позвонили Предложили Я тоже так Что-то проаккупаторил Это для меня Было лучше Возможность Заявить о себе Как бы И дальше Себя продвигать Это был хайп Как только я Один был Сделал в хайпе Захожу Смотри У меня уже нет Выпуск удалили Я не знаю Выпуск или что Но меня там нет Ну а потом В развитии событий Ты узнавал Может у рыбиста Или у кого-то Менеджеров Ни у кого не узнал На самом деле Я понимал Что они это Убрали Именно по той причине Что я начал драться в хайпе А ты им как-то сказал Что я буду драться в хайпе Они хотели тебя на топ-дог Отписать Правильно? Не было ничего Мы не подписывали Ничего Перед тем Как выступить В хайпе Я написал Регбисту Я говорю Ну вот То что Я могу представлять Топ-дог Да Если там С вашей стороны Какая-то будет Поддержка Мой адрес Я не знаю Меня проигнорировали Я тоже думаю Ну если это Им не нужно Менеть Зачем И поэтому Я вот так Начал драться И все Просто Выпуск исчез Выпуск исчез И все Да Ну а так Вообще В каких отношениях Остались С том Многом Никаких Как я слышал У меня там Ну Я не званый гость Короче Это ты от кого Слышал Ну от ребят Отсюда Незваный гость И не без объяснения Причины Ну Я думаю Причина именно То что я ушел Оттуда Ну это ты думаешь Там никто не озвучил Эту причину Я часто вообще Узнают В Дагестане Я тебе не знаю Что скажу Больше скажу Больше чем Вы должны Узнают Не только в Дагестане Это хорошо И в Мадын Раша Тоже Мадын Раша Тоже Что мы в пещеру идем Поехали Летс го Ле мы в пещеру А потом Оттуда идем Кафешка Хауэ Субтитры подогнал «Симон» Я вижу свет В конце туннеля Знаешь что самое главное Когда будешь падать Береги там Братский нашу хаску Короче Когда падать Каску беречь И если падать Будет желательно Солдат Офигеть А что Встрелом Не будет Встрелом Не буду брать Скалу Найти легче Давай С Богом Смотри Во время полета Роли Карабин Трестный Трогает Держимся Вот так Да Вот так Да Когда будет Долетать Голову налево Уклоняешь Эту уклону У тебя лучше Познаем И ноги Прижимаешь Сиди поди Минер Руки Расслабь Расслабь руки Когда будешь Залетать Смотрим на камеру Машем рукой Обязательно Машем 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 Пахам Дели Говорит Пахам Хати Воскрали Пахам Пахам Бещеря Сегодня Поднимаемся Нормально Пойдет Главное Помните Что Помним Когда будете Кады А Каску Смотрим Машем Да У многих Возникнут вопрос Где мы сейчас Находимся Со святым хочу да просто чтобы люди тоже знали где есть такие красивые места именно вот здесь главриба республика дагестан город кизилюрд маленькая сицилия вот здесь чтобы там не было никаких вопросов мы вас встретим должным образом так что ждем а че вы шлем кому оставить я буду тащить даже ваш слима я ваша оружие носится шатающий играющий мозг не знаю на камере не передается наверно это зрительный страх паркала душе джинных видов я саминами мы следим за довольствую счет а не обещай без хабря забрал на бери-бери не жалко кем ты мечтал стать в детстве можешь вспомнить известный человек с детства ты хотел стать известным или ты сейчас придумал а как ты это видел тогда ютуба не было кем актером ну а в чем ты свою популярность видел в детстве в основном спорте а в итоге стал популярным цирке правильно да популярность и только ведущим я как вот это мост эти как конгрессированный тебя вообще сейчас часто на улице узнают мне хочется больше чем не я не говорю вот так бывает иногда не учусь и набрать очень сильно есть какая-то история которую ты больше всего запомнил когда тебя подписчик зритель узнал и что-то произошло но может убежал очень случилось там ли не признаю я обычно всем только вопрос задаю и всех бывает что тогда что-то какое-то что-то и было интересная такая история который ты запомнил вот я узнали на улице может необычно подошли что-то сказали и тут убежал и поехали не знаю не был случай один так станет статус паха не паха в дагестане важнее это здесь 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 был дагестанцам мы встретились на их четверо были где-то в центре и этот все паха не паха не маме тут что-то в паха на люд прикинулись центре здесь кто паха кто хочет сводка там только шума поднял прям догорать начало дозорат на чудо иначе все начали приходить куча такая собралась сколько из пяти человек куча из пяти человек это уже было потом данный там когда начали один один подойдет все там уже все по ночной подбегать пока один не подойдет все боятся подойти я надеюсь семья зрители не будет там эти 6 . много этот шучу прикалывайся угора и вроде вроде так в меру удозвольную значит была толпа из ста человек вокруг тебя собралась и автографы убрали полицейские узнавали тебя я полицейский как узнаю один полицейский вообще значит останавливать в этой дороге говорит я а серьезно а я рядом сейчас серьезно говорили полицейской по этой дороге я не разу вот именно что полицейский что я пока там много раз было или я например просто меня га-1 гаишник остановит все мы там общаемся это то и там сзади еще две-три машины гаишников выбегают а пахан как менты меня никто не смотрит до следят за того как говорится сильно смотрят так что аккуратнее стрэш-током чтобы не до потом за тобой следили поделись финансами своими не в том плане что дай мне денег расскажи сколько ты зарабатываешь на данный момент примерно ориентировочно и в чем твой источник заработка только бои или инстаграм тоже приносит и все эти что скажу долги начали просить и так долги просит долг просит иначе вот я вот просят долг я хорошо общаюсь человеком еще по себя думаю что я ему дам долг и все я считаю друга потерял жизнь и поэтому не даешь никому как не даешь до приходят как не да там просит думаю я проходил через это тоже очень много людей потратил это же с одной стороны хорошо это бомба я дату каждому по пятнадцати что они реально вот так теряться собирается здесь и так бабки и спорта джесс то я дам лучше 15000 лицо буду человека видеть и знать что инста приносит тебе почем рекламу продаешь 30 сколько stories за сутки смотрит 50-60 и 30 когда продаешь ну нормально да это такая не это прям такая хорошая подходящая цена тоже ну если чё там казино рекламируешь ну козина коллегом 200 300 чудою 200 300 закезал я зашу вас сюда все три раз как и 800 миллион двести даже давай посерьезней я тебе серьезный миллион 200 тебе куда миллион 200 так сказать три четыре сто два stories 300 я не видел то рекламу казино ну там вроде бы казино тебе дали миллион 200 ты обманываешь не зачем обманываешь да никто тебе миллион 200 не заплатил один раз миллион двести восемьсот по-братски да моя супруга не доставать тебе за бои по пятихатки платы вот вот именно что я рекламу получил больше чем бои порой иногда вот это же меня больше убивай три слова я говорю мне дают чисто тебе отвечает что дали миллион 2 отвечал миллион это как их нам другие бабки же валюта как она называется биткойны биткойны качать что вот эти вещи эти деньги ощутил хотя были кто на карту мать на 200 за три stories это правда ему миллион 200 дали за три stories говорили зачем мне врать ну ладно пускай будет не тут минуты они были а чё они не хотят еще где остался контакты кто нет контакта менеджер у меня работают газу как мужчина что-то еще на газуешь он такой висит чаг или такая ну что джамиля приятно познакомиться это жена шамиля сейчас мы надеемся что ты расскажешь нам нечто про него какого он в жизни как он вообще в жизни человек ну ты ж по-любому видел что он утворяет на камеру там паха не паха я тут смотрю и собрались ахахаловить ладно хахаловить эти ваши моменты но мы здесь собрались и как вы знаете в каждом доме должен быть пахан и так вот в этом доме буду паханом я если кто-то что-то против имеет вот сюда в студии по одному будем решать этот момент скажи дома он пахан или около пахана или булка да или около пахана нет ну на самом деле он дома тоже почти такой же но конечно не так как на камере немножко мягкие но бывает иногда а мне знаешь интересно что услышать именно от тебя как вы с ним познакомились и как это давно было мы вообще с ним с детства знакомы были соседями у нас мамы лучшие подружки моя бабушка его молочная мама вообще то есть там вот так вот связка а так наверное нет в принципе хорошая его родители очень сильно хотели чтобы мы поженились я была маленькая на 8 лет меня старше то есть когда он был ему было 22 не было всего лишь только 13 в общем я была маленькая у меня особо так но он знает он как бы замечал дело мне внимание какое-то и потом пропадал то есть он давал понять что типа не расслабляйся ну когда я уже выросла уже все понял что если сейчас он не заберет и потеряет выросла ты когда до 17 лет я вышла замуж а все раскола закончилась сразу после школы а как это происходило то есть просто у вас то по обычаям никто никому предложение делают когда там его родители пришли взяли слова и мы как бы общались сначала общались я должен был ворваться несколько я здесь пах ну на самом деле мы общались и он очень много просто с ума сводил из своей ревности непонятно то есть он только тогда получается в шайковке военной части начал служить я была в дагестане мне даже в магазин выходить не давал у него была истерика если я выйду он звонит к моей маме чтобы я никуда не выхотел то есть мне вообще никуда нельзя совсем понимаю возможно то есть у меня не разрешал нет это нормально это нормально считается да просто он боялся что мне кто-то что-то сделать пока его нет в городе всю жизнь тебе никто ничего не делал а тут должны были и плюс у меня тоже еще что-то говорит там если бы я не совсем как бы определен был что именно она будет моей жены и как бы жил тайгана наслаждался жизнью туда-сюда ходил смотрю везде она тоже не глаза мозоли бегал за мной на принципе не она только весь город брат я тигу с ума сходил когда паха заходил а знаешь почему когда он был не паханом тогда он был просто калима калиму местная калиму калиму нам бог а что они все бегали за ним потому что он общался а потому что как бы все знали что в городе даша мама просто решает на уровне да и поэтому да и поэтому девочки жили до самых лучших брат поэтому они с ума сходили по мне потому что я был лучше с ума сходить не с ума сходить да я уже как бы выбрал да сделал ты просто сказал когда запрещал и выходить магазин и подожди ты еще туда не изначально я сказал а вот когда уже решил и сказал что ты будешь моей женой а тогда да там уже все . а в магазины то что он запрещал ходить это типа нормально это ненормально но просто выходить так как это не нормально это не нужно ненормально же это как же процесс был если дело целыми днями в четырех стенах что я хотел и так было же а если не было то твой минус без меня тоже ты меня не ослушалась ты не ослушалась а что то есть клетки сидит а здесь и я муж скажу значит так она и будет тогда как карат я жена на взрывал уже родители могли ему сказать вот и еще не муж просто мы разрешаем но мой папа не знал что мы общаемся он был против поэтому сейчас и знает а почему был против чтобы общались наши не зажили приветствуется будет вообще не по телефону я вообще не тоже не просто просто до максимум да вот здесь а можно знаешь как если мой мой отец попросит его отца да и учет вам фильм по типу осмотрит обоим и и даже тогда он не пустил то есть когда даже уже по ислам у нас уже был амар это означает что мы уже муж и жена мы вообще спокойно могли жить уже вместе мы папа тогда что когда не разрушил а как тогда надо было только как брака сочетали дон 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 официально когда обобщились с туша расскажи вообще он какие-то в жизни поступки делал мигерсу такие романтические поступки чем такой дарил можешь подарки удивлял или ну это конечно но хищный подарки для особого случая это не нужно что подарки в принципе телефон купил вообще без случая все что мне нужно мне покупает без проблем а прямо романтические какие-то шинбам ты не ожидала я прям это удивило такое было много но особо даже рассказывать естественно не хочется почему не хочется потому что он очень сильно занятой человек у нас сейчас стал такие кольцо дарил мальцу дарил я рестораны отходил так они это понятно то есть так все нормально могла бы так сказать главное отличие вот этого пахана который он там фукума вот в этом церквом когда он в цирке выступает вот это так все называют просто цирковой роли кого-то вот дома и в повседневной жизни он сильно прям отличается ну да но он же так не не орет постоянно нет вообще он сам по себе человек очень вспыльчивый то есть ему вот малейшая мелочь хватает чтобы он начал орать поорет через секунду он успокаивается и как ни в чем не бывало себя ведет ты чё это не наговариваешь я чё не газу и находишь что ли ты газуешь ну говори ну а ты на него газовала когда-нибудь кто каждый день серьезно это же паханожинка бро тоже газует да ты тут на камеру что-то я не знаю ты давай соберись соберись расскажи немного о себе ты училась на кого-то где-то я за очень закончила педагогический университет но сейчас ты пока дома ребенка воспитываешь но я вообще принципе не собираюсь работать не собираешься ну правильно зачем нет я имею ввиду по профессии работа так я вообще сушист я готовила суши надо было но когда в калужской области жили когда он в хостеле жила я жила в калужской области готовила суши как москву переехали еще не готова то есть ты хочешь организовать что-то свое типа достать не знаю вот думаю но скорее всего да потому что мои суши отличаются почему когда я еще была беременна когда она породилась а готовила это я просто от москву переехала с никак пока они не начнут за его съемок туда уезжаем сюда уезжаем везде с тобой есть пацаны как тоже пацаны с пацанами двигаться только семьей брат семья что у меня сильно мотивирует ради нее я это судьба ради них поэтому братцева кого-то что-то как-то неизвестно что как семья рам сова свящим я спокойно . вот больше дочкам я был я кайфу мы кстати были еще вместе на бою на бою это маленькая шмакодалка гречи громко громко гречи но я только не услышал она обиженная была я в роль вошел просто а я тоже узнаю ты прикинь как нужно хаппи тоже высветлась а как у меня тоже я блог какой лично instagram youtube а с чем сразу бог ну просто семейный свой личный по себя по семью какие так ну а получается дочку мужа себя в основном нам уже хайпается но чё я закрыта страничка на 20 тысяч не просмотр руки ссылка будет на жену из бахана в описании кому интересно посмотреть что там за блок люди зайдут активность трафик переходите подписывайтесь и если тоже зайду посмотрю мне самому интересно стало что там вытворяем я в том числе у меня уже иногда просят выложи пожалуйста хочу где хочу хайпануть уже уже на мне хочется хайповать я его выкладывал я же хайп дал скачу теперь обратно отдает 20 тысяч просто простую историю смотрит 20 тысяч до для нормально 28 20 стабильно смотрит да сейчас уже там 15 тысяч это очень большая активность а чё на улице тоже узнавали тебя но чаще всего особо не подходят и садочку узнают больше прикинь . . он братья и гуши там подходили одесса нигде носит я где-то не москве ты говоришь москве москве я где-то я улетел что на 10 суток сидел прикинь когда я недавно же вышел я здесь сидел они видимо пошли но с братом и женой там на водке катались это и противень еще увидели узнались эту дочку все забрали с ним поигрались на видимо за стол оплатили там это только очень много вожуха провели пахнул слушай необычно на самом деле я даже не думал об этом 10 суток за что он получил давай не твои не твою версию я твою версию уже много раз слышал давай твою версию послушаем у него сейчас я извиня перебью у него версия будет такая я раскидал всех они все валялись меня закрыли давай твою версию он был лишен прав то есть уже время пришло должен был получать новые права но он не сделал новые права купил машину и в этот день когда он купил машину его остановили за превышение скорости там уже нет прав и расход упаковали не упали отпускали отпускать казахстана свежим отпускали все я пообщался но я трезвый был все как положено доход машину заходил отогнат дали к ней и этот там небольшая дистанция была все я без ну объяснил всю картину гора пустите это то хотите я бы сами садитесь отвезите его проблем нет я были трезвый момент и теперь эти отпускают а со мной пацан посидит и на камеру снимает и тут один из этих гаишников увидел ведь это не поедешь гель почему зачем многие на камеру снимает я буду еще снимать и его упакует тогда пускай он сидит 10 я причем кто-то был это мой звук был я говорю я зачем за него греха подложения группу скаус сядет я говорю угодно ты же был за рулем я говорю ну и чайку давай снимаю я уже снимать давай сделаем так как будто он позором и тут еще подходит да да давай и тут нет ты сядешь где потом две гаиши гаи машины подъезжают выход 2 а пахан гаишники обнимаются паку там эти чё гони что ли отпусти пацана на пацана наши сыновья дети смотрят нормальный парень отпустить не будет стоять трезвый это то типа нет не отпущу говорю принципиально где еще и вот так 10 суток где на 10 захожу там все закрыто понял тоже двери много спецприемник 2 мне еще свою четвертую к это палату не загнали я только захожу и все а у шумят англо че я говорю в это я хаде говорю я пахан говорю не меня поняли и все ха ха пахан шами все узнали а ты специально зашел либо все зашел все крикнул и там все меня знали оказаться в реке пахан галима ха ха хи 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 если вы не узнали что было газа выбора конечно другого ряда я полегу либо пол либо пропаджи я газую из деток зашел бы в тюремную хату любом месте брат где бы я не был я за свое положение поинтересоваться порядочная даже если порядок как этим засунули ты лишь я пахан здесь даже есть хаты где-то обижены петушки не есть красный есть порядочный прикинь тебя засовывают хату специально где дырявые и ты захочешь выдыхать я пока меня туда как могут завести скажем сарада делать специально это правда если я зайду я посмотрю если там здесь там и дырявые сидят мечетами на мусору да не принципе я тебе знаю ты больше скажу я тебе больше я тебе больше скажу меня туда не заведут знаешь почему потому что где я откуда я буду уходить я оттуда сразу в изолятор залечу а знаешь почему потому что я знаю там сидят там место срок не срок сколько сидишь какая статья штаны сними обиженки не такие моменты я знаю свое место меня зовут шамиль шамиль галимов я не сирота по жизни на улице воли встретят а если встретят то они знают и оттуда же сразу же и зле ну чё поедем прокатимся с ветерком и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вода нереально холодная Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я просто раскатал Тем более не смотри Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 куда мне через голову перепрыгнуть. Я понимаю, что мне сейчас жопу разрывать, туда я не перейду никак, чтобы на обиде ему рыло. Поэтому приходится просто сказать, ну подожди, чуть-чуть этот момент регулируется, ты свое получишь. Но потом настала конференция. Настала конференция, да. Там более-менее спокойно было. Более-менее спокойно было. Тот обратно начал трепать, что-то борьба, не борьба. Крик сказал, идем, крепил его, воткнул, все, сел, потом другая масса начала что-то качать. Один борец говорит, мне в ноги вошел, зашел мне, я ему говорю, ты дурак, килограмм 90 человек весит, и мне говорит, бороться. Я говорю, ты гонишь что ли, какой бороться, сюда не бороться, приехал. И что-то встал, бороться, не бороться, и с двух метров прыгает, мне ноги цепляют, я на жопу сел, вот так голову держу, и два раза ссунул ему, и все, и пошел бардак. Армия снимает в эфир, вот здесь всякие дерутся, говорит, пахана уронили, говорит, укинь, теперь я стою, я смотрю, голову поднимаю, два метра от меня, из науры, знаешь, армия менеджер? Смотрю сзади, из науры боковой летит, мне на душе больно, я бегу резко к тому, кто ему боковой, дам, ему такой удар дал, только я его ударил, сбоку мне, туп, я сел на одно колено. Это до конференции? На конференции. А, на самой конференции? Да, на колено сел, стою. Подожди, я же не видел этого на конференции. А это был, как я упал, не было, не показали, это было, я в углу, это углу была суета, но этого не показали, потому что камера туда не пошла, не дошла. Я теперь на колено сел, стою, голубь, поднимаю, смотри, тыщина, хапища нету. Я говорю, кто мужчина, скажите так, кто мне нежданул? Два раза сказал, никто не сказал. Потом аккуратно, когда мы сели, и один говорит, я тебя нежданул. Я говорю, я два раза мужской задевал, я говорю, ты ничего, ты сейчас мне стоишь, говоришь, я нежданул. Я говорю, не против с тобой подраться. Я говорю, начать на похороны, все хотели хайпнуться сильно, особенно там, поэтому мне не интересен. Но вы уехали в итоге нормально? Как нормально? Ну, как-то. Ну, я знаю, 400 тысяч забрал и поехал. А, за конференцию? Базара нет. Вот этот момент, бардак получился, он был мнением. Просто в следующий раз, когда они мне предложат 400, например, просто образно, я скажу, 800. На любую верхнюю сумму я умножу два, потому что они не могут, вот мнением, вот сами люди, которые, да, вот нас встречали, очень гостеприимные. А вот что касаемо Пупу-Мама там внутри. Ну, это везде. Этот бардак не везде, брат. Пупу-Мама на этом и построен. Там особенно люди хотят, вот я говорю, настолько им без разницы, они готовы убить человека, чтобы хайпнуть. Поэтому вот мое присутствие там умножается на два. Ты сейчас такие сказал, готовы убить человека, чтобы хайпнуть. Но мне кажется, что сейчас происходит в Пупу-Мама примерно то же самое. Ну да ладно, едем дальше. Шамиль, смотри, ты финалист гран-при на хайп-файтинге. Я правильно говорю? Да. У тебя должен быть там бой за финал с Харуном. Да. Но тут я смотрю новость и ты подписываешь контракт с ареной на несколько боёв. А чё? Нужны бабки, нужно зарабатывать. Подожди, как это произошло? Альфреда в курсе? Альфред дал... Три недели. Три недели я звоню Альфреду, Альфреду не на связи. И мне надо кормить семьей, мне надо жить. Человек один день езжит, три недели нету. Как это так? Мне чё теперь делать? Ну Ахмеду позвонил бы или ещё? Ну ладно. Ахмеду я звонил. Рассказывать, что было дальше. Потом Алина с Алиной, я контакт поддерживаю, мы дружим, я дружу с Алиной, с Сергеей Ярьковым общаюсь, очень хороший человек, мне он очень нравится, очень воспитанный, добрый. Ты про все говоришь, что деньги платят? А? Не. Ну они платят, чё, по-моему, контракт предложил? Чё, я плохой буду говорить, правильно? Ну если нет, ничего сказать, ничего мне сказать, с воздуха взять, что ли? Он предложил тебе контракт, ты мне заставляешь за тебя говорить, ты говори сам. Он мне предложил контракт на три боя, первый бой у меня Шаохана будет 8 октября. Да. Вообще обещал мне первый бой Шаохана, второй бой Мариф, третий Азиз Хан. Окей. Меня эти имена очень интересны. Сумма тоже интересна. Сумма тоже интересна. Когда будет бой с Хоруном, битва за финал? А это уже, я не знаю, я не знаю. Альфредо, как вообще отреагировал на то, что тебе подписали в арену? Надо было под... Я говорю, надо было под... А почему ты со мной не созвонился? Я куда-то не на связи был, где звонил. А ещё пару дней нельзя было подождать. А ты чё? Я сказал, нельзя было, я подписал. Ну ничего страшно сказал. А вы в нормальных отношениях? То. Я никогда с Альфредо отношения портить не буду, это мой брат. Всё нормально? То, конечно, это мой брат. Мы общаемся, мы будем сейчас... Хайп, это мой дом. Это то место, где я, можно сказать, моё имя, оно засветилось, и поэтому я не собираюсь никак против отношений с этими людьми. А так, мне надо развиваться... Ну, варенье просто заработаешь денег и популярность. Конечно. В принципе, если всё на хороших взаимоотношениях, то это отлично. Просто, когда вышла новость о том, что ты подписал варенье, я начал читать комментарии, там все пишут, а ещё один предал Альфреда, ушёл от Альфреда к деньгам и тому подобное. Сейчас ты, в принципе, внёс ясность, если это так, то это очень здорово. Я так понимаю, ты будешь участвовать и в реалити-арене, да? Я уже участвовал. Ты во всех реалити? Да, я везде участвую. И чё, как тебе реалити, как тебе персонажи, кто запомнился? Не, не бог, а швед. Вот этот персонаж, как тебе запомнился? Ну, вот, который ты сейчас назвал. Швед? Ага. Неплохой мне показался человек, да? Я не знаю, да. Я знаю, что у тебя с неплохими отношениями, но... Да, мои отношения сейчас отбрасываю. Я же спрашиваю. Ну, не плохой человек, да? Прикольно, интересно. Он тянет реалити. Тянет? Да, он тянет реально. Серьезно? Да, да. Он не тянет, он вытягивает. Кто смотрел реалити-арена, напишите в комментариях. Правильно он говорит или нет? Пока он говорит, что это вытягивает. Я смотрел пару серий. Может, у меня просто превзятые отношения, превзятый взгляд. И ты будешь, я так понимаю, драться в этом реалити не с теми, с кем ты должен, а с кем-то еще получается? Там же не принимает участие Шавхал, Марии в первых и тому подобное. В реалити? Да. Не, я в реалити, то, что происходит, я там ни с кем драться не буду. А, просто ты там есть? Да, у меня, да, я там есть, просто двигаюсь, помогаю им, они поддерживают какие-то моменты меня. А там дальше посмотрим, я не знаю. Я-то с Альфредо с ними общаюсь, но я Альфредо тоже изначально говорил Альфредо, что если будут такие моменты, где реально для меня будет лучше, да, то, что кто-то мне может дать то, что не можешь дать мне ты, мы это с тобой обсуждаем, я иду туда, я не буду держаться. Это присутствующий был я, мой тренер Альфредо, мы в троем сидели, был разговор, да, о том, что Фара его кинул, это то. Я не такой человек, чтобы тихо-молча что-то как-то делать, но если где-то мне лучше будет, я с ним пообщаюсь, обслужу, аккуратно, на братской ноте я ему объясню, и я думаю, если он мой брат, он должен понимать, что мне там лучше, он опустит меня. Все надо за деньги зарабатывать. А так, да, а так дальше больше, мы можем сотрудничать всегда, почему не, он может мне предложить бой. Ну, в принципе, ну, в данном моменте я с ним работаю, и все. Был ли ты хоть раз на Харкоре, предлагали тебе там подраться, и вообще знаком ли ты с организатором этого промоушена, Анатолием Суляновым? Я как-то раз пришел туда, меня этот Калмыков забрал познакомиться с Анатолием. Все, мы вроде познакомились, вроде такой момент, ну, Анатолий, все, Шамиль, очень приятно, раз знакомство. И он мне такой, что хотел, что хотел или что надо, я так и не понял. Но он задал так вопрос ко мне, я как понял, якобы я к нему подошел, обратился за помощью, чтобы он мне организовал бой. Но этот момент мне не понравился, нам это обоим интересно. И он мне такой, типа, что надо, что такое за вопрос, я такой на него посмотрел, думаю, блин, что его послать или что сделать, не знаю. И как раз мой друг приходит, этот тайминг ли на волосы. Два года уже он у него простой, три боя сделал. Я говорю, а что, я говорю, хорошо, что он подошел. И он мне говорит, что надо, я резко на него, а что, я говорю, пацан, уже три боя в твоей организации сделал, два года простой. Я говорю, а либо Розавида, либо что сделал. Он говорит, как, а что, кто там, где там матчмейкеры. Я говорю, что-то несерьезное у тебя отношение, у твоей организации несерьезное отношение к бойцам. Это, говоришь, Анатолию. Да, у тебя несерьезное отношение к бойцам, я говорю, что за несерьезное отношение. Он говорит, ну если несерьезное, что тогда пришел, я говорю, я не к тебе пришел. Он говорит, ну все тогда, говорит мне. Я говорю, ну все, давай тогда, говоришь здесь. И вот так мы разошлись. Серьезно? а вот я вообще убежал такого высокомерного человека я лично не поэтому я ненавижу таких людей высокомерных вызови на бой его кого анатолия зачем полосе не дать ему что он не мой контингент он не боится он грэплер мне пускай грэпли дальше борется я боюсь чисто сук если с рук он сам понимать я могу одну левую ему дать поиграться рассказал сармат файтинг а чё там там же организатор что-то генерал-майор там кто-то короче в отставке да когда у звонил мне угрожала ну да вот этот же момент хочу сам от файты сказать кто там я забыл я мир то марта что ли как его звали а марита ты не того человека пугаешь уважаемые я понимаю ты генерал минерал кто бы ты не был на когда ты с людьми общайся будь любезна свои заслуги угомони тем более когда ты разговариваешь пахал с паханом и резон джон поэтому там нальчики у себя стыдишь там и сиди эмоции тоже при себе так надо было там ей это я не видел глаза бойцы которым ты реально испытываешь неприязнь есть такие вот реально не то что там конфликт выжить из пальцев для раскрутки боя есть те кому-то реально испытываешь неприязнь то нет у таких лет только хейтил этого фару никулина на роднику не прошу чудал чем не считать но так нормально с ними все после пошуешь я пошу сюда у меня чему жну нормально нормально у них должно быть плохо ходил для следующего задать а есть бойцы к этому ты испытываешь нереальное уважение но нет смысла я так понимаю растянет негатива практически никому значит позитив к остальным никулин братишка уважение было есть хору но сейчас когда то что я там был мне так хотели пристанут на чеки и он там ничего не разочарал очень сильно я приехал туда он там на меня кучку это он там берет бегать туда-сюда для меня это несерьезные моменты такие вещи не люблю если ко мне люди приезжают как его тронут могут его трону это меня оскорбили то мне не уважение лес это люди эти вещи не понимают значит я не могу сказать про там уважение про достоинство что он там какой-то там нам был он или порядочный вот эти моменты я не люблю и поэтому а сам мой так съемка идет ли камера 1 до камера 2 иди маме чуть-чуть сейчас тебя это на камеру снимку ты плачешь и что будет говорить чуть-чуть подойдет надо снимем и иди маме расскажи по боям твой первый гонорар и сколько сейчас примерно гонорара здесь здесь плюс 10 тудой до 10-10 блоки надо первая бонус забрал еще 30 на самый красивый потом твой после то много какой был следующий хайп и сока запущу сейчас твой самый большой гонорар был больше миллиона за бой то есть у тебя сейчас бои все от миллиона а чуть-чуть такая квартира маленький мой большую взять пошел ехать хочу а уехать куда дальше мне что квартира заряженную окно так выходит и там море ты хочешь дагестане жечь зачем они жуха в москве вся садись москве движуха там не надо это движуха я буду я знаю кто миллион двести в дагестане зачем я жизнь буду я беру чушку собирать дом нет это зачем вот туда звонят при конференции сюда мне воздух зачем нужен я сейчас везде все кант этот контакты убиваю есть менеджер который не будет сняться но близкие друзьями буду общаться ну с тобой например у тебя будет мой контакт это атака все убираю и после захотеть на конференции 5 бумаг все пошло закрыть не хотят я личный разами зачем там появляться зачем для того чтобы плюс хорошо организации не хотят не хотят тебя закончились деньги чё делать ну моменты свои брат здесь уже как свои ты только что рассказал дуба пакма у тебя вообще не было денег а ты глупо пану вот час вот сейчас тебя никто звать не будет у меня сейчас команда работает брат откуда у меня сейчас организация в дагестане откроется поп-пакма где ты будешь драться за миллион подерешься да подерусь ты чё нет то смотрят с кем если ты проходного тем более подерешься а то у меня все проходные а у тебя есть и вообще самые глобальные планы цели которые ты хочешь осуществить но такие реальные ты задумался ну что что ты хочешь вообще от медиа тупо ума от спорта по жизни чуть и надо я хочу открыть супер мощи мама дагестане у меня есть люди которые хорошо шарят и этот туда отобрать бойцов все у себя там то будет капитал вплавать в эту компанию которую ты хочешь открыть но компания промоушенными есть люди да которые будут есть бабки и у меня есть бабки и у людей с которые будут тоже там и бабки на тебе миллион весит его не хватит что промоушен открыть я понял и ты сейчас отобрать у себя там провести все как но я сначала пройдут так а потом уже там с помощью этих букмекерских контор они по любому увидят все как положено и будешь круче деньги там наделать да а потом уже присматриваются там тоже таких жужжариков мне просто не бойцы не нужны такие просто мне нужны жужжарики которые жужжат отберу себе пацана от легковеса дата желающие залетать буду в любую организацию а я могу залечу с кем самым все меня знают на любой ноты с любым хама из по моему сценарию будет один кто-то рот открыл пошел с холод через 15 лет кем видишься фермером 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 шамиль отдыши за небольшое такое интервью рад был с тобой пообщаться я думаю получилось смешно забавно весело где-то ты был серьезный где-то был к не серьезные но мне кажется опять скажешь он какую-то там сочинил басни какую-то скажет когда фермером буду будешь приезжать конечно ты нормально не слушай но мне интересно будет понаблюдать за тобой хотя бы что с тобой через годик но уж у тебя столько планов не знаю какие из них реалистичные какие ты просто как есть я двигаюсь да вот как будет просто виду и вот для меня есть какие-то возможности которые просто вот так да просто любая возможность который я выжил для меня нету препятствий для меня это развлечение если возможность дурнал пошел дальше и пошел так собираю то что то что хочу то и делать люди большинство людей они делают то что они могут друзья поставьте лайк напишите комментарии пишите что хотите вот он ни на что не обижается не огорчается даже не смотрю комментарии отвечаю буду специально пересылать комментарии блин пишите комментарии что вы думаете что вы думаете об этом выпуске и а шамиль и галимами пахан все друзья до новых встреч всем пока пока в эрзен джэн до скорости смотрите все это коваленко нам буту лэрзен джэн нам буван ту тут а нам бунту тут куча рычага